МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Модернизация вытворчасти. На предприемстве «Гомель Транснафтодружба» приступили до реконструкции помповой станции. До помога у адаптации у «Гомеля» прошла сустрыша керонников медицинских установ и Голенового профсоюза с молодыми специалистами. А зараз об этом и иншим больше подробно. Сустрыша Александра Лукашенко и президента Кубы Мигеля Диес-Канеля сегодня отбылась у Палаца незалежности. Переговоры прошли в узким и поширенном составах. На парадку дня международные относины и дальнейшая суместная праца у экономицы. Наша история белорусско-кубинских отношений имеет прочную базу, прочный фундамент. И я думаю, что нам повезло, что не надо ничего выдумывать. Нам надо просто продолжать наши отношения и выполнять наши договоренности. О чем мы во время вашего визита договоримся. Я думаю, посмотрим на нашу дорожную карту, план наших действий. Если нам что-то не подходит с течением времени, мы это исключим. Наметим новые ориентили. И вы должны знать, что Беларусь будет всегда для вас надежным, преданным другом. И наши договоренности будут всегда исполняться. Наши экономики, образно говоря, не пересекаются, не конкурируют друг с другом, не противоречат друг другу. У нас есть необходимость покупать то, что вы производите. У вас есть необходимость покупать то, что производим мы. Я думаю, нам надо серьезно поговорить по этим вопросам, наметить ориентиры и двигаться вперед. Сегодня товарооборот Минска и Гаваны складает прикладно 17 миллионов долларов. Упрышим 90% наш экспорт. Ключевые кропки сопротивления, промысловая, сельская господарка и навод информационной технологии. Первый наместник Керавника администрации президента Республики Беларусь Максим Рыжанко сегодня наведал Рэшицу. Центральной подеей рабочей поездки стало наведывание акционерного творчества Рэшица Древ и встреча с его коллективом. На предприемстве побывали и наши корреспонденты. Акционерное товариство Рэшица Древ – предприемство из великой истории. Недавно тут отцветковали 115-годовый юбилей. Правда, подчас приезду первого наместника Керавника администрации президента больше говорили не об минулым, а об сучасном и будущем. Сгодно с указом Керавника державы в 2014 году на Рэшице Древе открыли экспортно-ориентованную вытворчасть – дровня на стружковых плит. Не уапошнюю шаргу, дякую, чу новой линии, сегодня предприемство прасует рентабельно, что дозволило продуглезясь у коллективном договоры шарых и льгот для работников, а так само забеспешить середню зарплату на узровне тысяча рублев. А праша того, значная увага надается подтримце молодых специалистов. Урештая, яны – будущее акционерного товариства. Для молодых специалистов очень хорошее условие. Они могут сегодня карьерный рост строить на ура. И могут стать и руководителями, и хорошими специалистами. Молодые специалисты к нам приходят, мы обеспечиваем их жильем. Значит, у нас имеется на сегодняшний день общежитие, такой социальный объект. Тема поддержки молодых специалистов одночасовая с максимальным выкрыстанием в опыту работников со значным стажем еще раз вздымалась по часу встречи первого наместника-керунника администрации президента с працовным коллективом. С самого начала разговора Максим Рыженко подкресливая, закрытых для меркования тем быть не повинно. Ахова новокольного сиродзя и перспективы развития белорусской энергетики, ремонт дорог и развития социальной сферы. Еще одно питание тучится перспектив працевладкования. Як знайсти працеванное место в умовах техничного прогресса и все больше широкого укоронения IT-технологий. Сегодня рабочий человек – это человек, который сидит за компьютером, он управляет этими кнопками, знает, какими, куда нажимать и так далее. У него определенная уже ответственность не просто за какую-то втулочку или у вас за картонный лист, а за весь производственный цикл, который в это время идет. Он понимает эти процессы, туда простой человек не сядет с улицы, особенно еще у которой там вредные какие-то привычки или так далее, в отличие от того, как это было там 100-150 лет назад. Поэтому, во-первых, повышается качество этого трудового человека, а значит и его достаток, его зарплата, и его, наверное, внутренняя самооценка. С встречи с прасовным коллективом акционерного товариства «Рэши Цедрыл» протягивалось больше, как полторы годины. За этот час присутные поспили обмерковать целый широк питаний и выказать свои меркования на конт-падеи, которые отбываются в громадстве. Первый наместник керувника администрации президента Максим Рыжанко подводить выники. Гэту размову можно назвать корыстной для всех. Это один из элементов какой-то обратной связи власти, что ли, с людьми, которая, на мой взгляд, является очень важным. Президент об этом тоже говорит. Для себя, как человека, который большая часть работы проходит в Минске, в столице, считаю тоже очень важным проехаться по регионам, посмотреть, чем живут наши города, чем живут люди, которые здесь работают и проводят всю свою жизнь. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Йоген Макинка, телерадиокомпания «Гомель» – Зречицы. На портпроемстве «Гомель Транснафтодружба» приступили до реконструкции помповой станции номер 4 на линейной вытворшей диспешерской станции «Мазыр». Плануется завершить работы до конца года. Реконструкция даст максимум повысить эффективность транспортировки буглеводородной соровины на керунку «Мазыр-Броды». Значные проекты по модернизации и реконструкции объектов открытого акционерного товарыства «Гомель Транснафтодружба» продуглежены в 2020 году. На этой меты плануются накеровать больше за 200 миллионов рублей. Полова этих инвестиций пойдет на реконструкцию трубопроводов. Это первая черговая задача. Необходно ожитявить замену трубопроводов, побудованных в 1963 году, которые значительно перевысили вытворший лимит. Первый в свете «Экокомбайн» на газовом палеве проставить «Гомсельмаш» на выставе «Угановеры». Найбунейший форум «Сельгазтехники» пройдет с 10 по 16 листопада. Эта модель по экологичности отказывает опошним европейским потребованиям. Так само новинка отповедает сусветным экотрендам. Выкоростание метану дозволяю 2-3 разы смешить выкиды токсичных речевол у новокольной осеродии и скоротить выдатки напалева на 40%. Уборка кукурузы завершается в Гомельской области. На полях працуют около 500 одинок техники. В лидерах 3 районы – Будокашелевский, Ельский и Мазырский. В этом году в регионе под кукурузу на зерне вылучили 113 тысяч гектаров, а малю 2 раза больше – минулым. Оптимизация посевов отбылась по причине смены климата. В Гомеле прошла со встречи керавников медицинских установ и Галинового профсоюза с молодыми специалистами. Я ей задаю, что до помощи недавним выпускникам ВНУ начать самостоянную профессиональную деятельность, а так само вырешить максимальные проблемы, которые возникают в этот период. На со встречи побывали и наши корреспонденты. В этом году на работу во установе «Аховы здоровья» Гомеля пришли 230 молодых специалистов, из которых крыху больше, как 100 человек – урачи. Городская медицина сегодня в уголе, укомплектованная практически всеми необходимыми специалистами в том, как так называемых вузских специальностях. И такая личба. Кожный третий урач, который работает на территории в области, оказывает послуги во установах Гомеля. Для молодых специалистов первые месяцы работы это махчимость не только познайомиться с коллективом, а и оценить правильность выбору профессии. У меня очень ждали на месте. Был дефицит кадров именно в том месте, куда я пришла. Так что меня встретили очень тепло. Я очень рада тому, что я работаю именно в этом коллективе. Я поняла, что я выбрала именно ту специальность, которая близка моему сердцу, которая приносит мне удовольствие. У первой месяца работы до молодых специалистов традиционно повышенная увага. Причем тышится это как распоусудживание такой зъявы как наставництва, так и материальной подтримки. В 2018 году областный Галиновый профсоюз заключил погоднение в супрацовнестве с Головным управлением Аховы Здоровья. Значная увага в этом документе молодым специалистам. Плюс постоянный мониторинг ситуации сбоку прав КАМАУ. Областной комитет занимается всем и жилищными вопросами, и заработной платой. Нами подготовлены прямые линии для молодых специалистов. Август-сентябрь мы проводим. Проводим анкетирование по проблемным вопросам. В основном таких больших проблем нет с молодыми специалистами. Свой працовный шлях сучасные молодые специалисты распочинают в неком сенсии переломный час, починают от оснащения установ сучасным медицинским обсталяванием и, как следствие, укоранением новых технологий. По-новому будут працаваць и медики в поликлиниках. Тые же электронные рецепты, хоть пакуль не отрымали массового распоусудживания, але экспериментом их лечить уже нельга. А про то, замест участковых урачов, обслуговывать пациентам теперь будут урачи агульной практики. Это совсем меньше профессийный узровень и больше высокая якость послух. В предыдущие периоды у нас нацеленность была на то, что пациент сам знает, к какому ему узкому специалисту необходимо обратиться при том или ином состоянии. На сегодняшний день мы видим, что это порой бывает не совсем верно. И поэтому основное направление, основной прицел – это то, чтобы врач определял, в каком все-таки консультации, какого специалиста узкого необходимо для того, чтобы пациенту в кратчайшие сроки оказать квалифицированную помощь. Олег Синцеров, Максим Савин, Валерий Гопанько, телерадио, компания «Гомель». У «Гомеля» на аукцион выставляют шастиповерховый будинок со стартовой ценой у две базовые величины. Это будинок по улице Быховской, 104-Б, площадь больше за 5000 квадратных метров. Электронные торги пройдут с 5 листопада. А кроме этого лота пропонованы еще некольки розных объектов в районах у «Тымлику» со снижением початковой цены на 20,80%. Заявки на узел принимаются до 30-го кострышника. Подробязности на сайте комитета «Гомель Аблмайомость». У шатвер 24-го кострышника глядите на телеканале «Беларусь-3» черговые передвыборные выступления кандидату у депутата Палаты проставников национального схода Республики Беларусь с 7-го скликания. С 19.01 до 19.30 у эфиры выступлений кандидату по Гомельской новобелецкой окрузе номер 36. С 19.30 до 19.55 до выборщиков звернутся кандидаты по Хойницкой окрузе номер 47. Нагадаем выступлений выйдут у эфир на телеканале «Беларусь-3». 27-го кострышника в Украине будет означаться День автомобилисты и дорожника. С этой нагоды сегодня у Гомеля открыли специализованный музей и провели урошистый сход с узнагорожением лепших супрационников открытого акционерного товарыства «Гомель АблАутотранс». У Центра святошных паде оказался и наш корреспондент Евгения Кухаронак. Все лето открытое акционерное товарыство «Гомель АблАутотранс» отзначило 75 годы с момента заснования предприемства. 1 червеня 1944 года – официйная дата утворения Гомельского областного аутотреста. С нагоды юбилейной даты, еще в начале бягучего года, на предприемстве вырошили выставить свой грунтовный летопись на усеогульный огляд. Так зародилась идея створения музея «Гомель АблАутотранса». Для увасовления задумки в життёс потребилося 10 месяцев. С начала года мы начали работу, начали собирать документы, начали собирать артефакты, дали клич на всю республику, чтобы нам помогли. И вот то, что сегодня находится в этом музее, документы, какие-то технические средства – это все благодаря нашим ветеранам, благодаря нашим филиалам, которые нам любезно их предоставили. Цикаво, что начинается музей со стенду, яке разповидают про историю автобусов и грузового транспорта. Затем уже идут особные вехи истории предприемства. Завершается экспозиция фактами сучасных будней работы транспортников. Вось некольки лишь бы «Гомель АблАутотранс» сегодня объединяет 13 филиалов, у которых працуют 4100 человек. 500 тысяч жителей нашей области мы перевозим ежедневно сегодня нашими автобусами. И около 12-15 тысяч тонн грузов ежедневно нашими грузовыми автомобилями. Это то, что сегодня представляет наше предприятие. Значение автомобильного транспорта, как бы там ни было, в настоящее время не изменилось. Оно играет огромную роль как для экономики страны, так и социальную роль для населения, потому что в целом по стране до сих пор основную долю пассажирских перевозок выполняет автомобильный транспорт, ну и значимую долю грузовых перевозок. З нагода надыходящего профессийного свята открытое акценерное товарыство Гомеля Баллаутотранс запросило своих хлебших супрацовников на урочистый сход. В его рамках заслуженные у знагорода отрымали представники самых разных профессий – от водителя до слесара, от кондуктора до начальника ремонтной майстерни. Нагрудные знаки, медали, гоноровые грамоты и подяки. Особное веншивание отрымала Татьяна Хамец – один ажаншина на предприемстве, якая водить пассажирский аутобус. Дорогше она пришла у Петриковский филиал литерально ахэтым летом. То, что я стала водителем – это, конечно, спасибо моей новой профессиональной семье. В первую очередь Николаю Николаевичу, который мне доверил вот такую должность. Ну, поверил меня. Это очень дорогого стоит. Завершился урочистый сход на самой высокой ноте. Были объявлены имены работников Гомеля Балаута Транса, які – знак громадского признания. За добросумленную працу и профессийное майстерство занесены на дошку пашаны. Евгения Кухаронак, Валерия Хапанько, теле радует компания «Гомель». Звернуться про сминулое до сущасности пропоновая живописец Леонид Вяличка. У Гомельским областным центром народной творчества открылась его персональная выстава. Композиции, портреты, пейзажи и натюрморты. В экспозицию вошло свыше 30 работ майстра. Больше из них написано селитой в минулом годе. Однако есть картина, яку автор створил 30 лет тому. Ей тяжко знайстись о росуршастных. У этом, напевно, и заключается майстерство. Уже в описи Леонид Вяличка умело сполучая реалистичную выяву и фантазию. Сегодня на полотнах у сё-шастей пошли заявляться философские мотивы. По словах Мастака, такие работы тяжко писать, нередко потребуются перепынки. Этот час не проходит даремно. Отпочивая мастеры за створением пейзажа и натюрмортов. Раньше, чем было художнику тяжело, чтобы где-то выставиться, ну, те признали, надо было писать под линией партии. Там, доярки, передовицы. Художник не был свободным. А я свободный. Я рисую то, что мне нравится, что мне по сердцу. Ну и надеюсь, что вот мое отношение к искусству, моей картины так же радует и зрителя. Леонид Виоличка так само нередко звертается до историчного минулого, подея особ особистых захоплений у молодости. Жадая, как картины наводили глядача на шлях познания истории своей малой родимы. Гэты и инши новины вы можете знасти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgumil.by На этом выпуске завершены. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Не имела возможности экстренно затормозить. В Следственном комитете поставили точку в уголовном деле о наезде на девочку в агрогородке Караватичи Реческого района. Тщательно изучив обстоятельства ДТП и проведя экспертизы, следователи не увидели в действиях водителя уголовно наказуемого поступка. Напомним, наезд на ребенка случился на улице Школьной. Девочка выбежала из-за автолавки, которая припарковалась на обочине дороги и попала под колеса автомобиля Рено Сандера. Ребенок прошел курс лечения и уже оправился от травм. А женщину, которая управляла иномаркой, следствие признало невиновной. Избежать наезда не представлялось возможным. С участниками ДТП и родителями ребенка проведена профилактическая работа, оштрафован водитель автолавки за нарушение правил парковки и стоянки автомобиля. В Гомеле мужчина решил среди бела дня открыто украсть из магазина спиртное, минеральную воду и сигареты. Инцидент случился в одной из точек розничной торговой сети на улице Ярославской. Грабитель пошел на дело вместе с приятелем. Сложно сказать, понимал ли мужчина, что за это, скорее всего, окажется за решеткой, но, видимо, похмелье сильно затуманило его рассудок. Рано утром он зашел в магазин, попросил у продавца спиртное, пиво, минеральную воду и сигареты, а когда та передала ему товар, сложил его в пакет и, не рассчитавшись спешным шагом, пошел на выход. Дальше к поиску грабителя подключились уже милиционеры, которые нашли налетчика в тот же день. К моменту задержания от напитков осталась только тара. Возбуждено уголовное дело. В Ельском районе сотрудники ГАИ совместно с экипажем милиции задержали нетрезвого водителя. О том, что за рулем автомобиля ВАЗ может находиться пьяный мужчина, сообщили жители деревни Санюки. Когда машина была обнаружена, началась погоня. Нарушитель не остановился по требованию, а только прибавил газу, но совладать с управлением не смог. Когда сотрудники заблокировали его авто, водитель попытался пересесть на соседнее сидение, чтобы выдать себя за пассажира, но не вышло. Мужчина уже был лишен права управления транспортным средством в этом году и допустил аналогичное нарушение повторно. Против него составили четыре административных протокола. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и конфискации авто. В плену кольца оказался 20-летний житель Светлогорского района. Парню понадобилась помощь спасателей. Накануне в райотдел по чрезвычайным ситуациям обратился молодой человек с сообщением о том, что из-за кольца у него появился отек на среднем пальце правой руки и снять ювелирные изделия самостоятельно не может. При помощи специального инструмента гравюра кольцо сняли спасатели. Правда, для этого изделие пришлось разрезать. Банные процедуры закончились пожаром в Ельском районе в деревне Бобруйки накануне горела баня. Пострадала крыша, потолочное перекрытие стены и имущество внутри помещения. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. На сегодня все. Оставайтесь в курсе происшествий Гомельского региона вместе с Де-Факто. До встречи на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Виктория Кебикова гарантировала себе бронзу всемирных военных игр, которые проходят в китайском Ухане. Емельченко вышла в полуфинал состязаний по боксу весовой категории до 75 килограммов. В четвертьфинале Виктория досрочно победила ирландку Леон Хулиан. За путевку в финал белоруска поспорит с китаянкой Жень Лю. До медальных поединков не смогли добраться представители Гомельской области Алина Вебер, Юлия Апанасович и Владислав Смягликов. Гомельские борцы отличились на турнирах различного уровня. В Могилеве состязались вольники. Победителями 43-го республиканского турнира памяти Николая Королева стали Роман Титов, Дмитрий Навныка и Владислав Осипенко. У Антона Берещенко серебро, бронзу Владислава Щуко. Сборная Беларуси по мини-футболу завтра стартует в основном раунде квалификации к чемпионату мира 2020 года. Мини-турнир пройдет в Италии. Первые соперники белорусов – хозяева – итальянцы. Далее предстоят матчи с венграми и англичанами. В элитный раунд чемпионата мира выйдут две лучшие команды. В составе сборной Беларуси в Италию отправились четыре игрока, представляющих гомельские клубы. Ворота будет защищать Владимир Стремилов из БЧ. В поле сыграет еще один железнодорожник Сергей Селивончик, а также представители ВРЗ Антон Матвеенко и Владислав Селюк. Номельский локомотив готовится к матчу 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге в турнирной таблице железнодорожники на третьем месте и имеют хорошие шансы на участие в стыковых матчах за путевку в элитный дивизион. Соперник гомельчан в 26-м туре Нафтан с нефтяниками гомельчане сыграет в Новополоцке на стадионе Атлант. Стартовый свисток прозвучит в 15-0-0. После игры в Новополоцке времени на отдых у железнодорожников будет немного. 30 октября состоится перенесенный матч 23-го тура. В этом поединке локомотив на своем поле примет Брестский рух. Сейчас нас ожидает очень тяжелый матч на выезде. Это команда Нафта Новополоцкий. То есть команда крепкий такой середняк. Легкой игры не будет, но мы, дай бог, чтобы все были в строю у нас и готовимся с полной ответственностью и с полной серьезностью. Что касается остальных представителей Гомельской области, то они сыграют также на выезде в 26-м туре. Реческий спутник отправится в гости к Белшине, а Химик – к Сморгоне. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.